Нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Веле. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в Новиград. Ну вот, теперь есть куда ехать. Исследовать новые территории. Не знаю, можно в принципе пройти квест с бароном до конца. А можно чем-то еще заняться. Ну или закрыть все-таки этот квест. Видно, что ты человек бывалый. Так скажи мне, чем могу сл... Ехать. Ее, окей... ... Продолжение следует... Продолжение следует... Поездить, поиграть. Хотя, я думаю, лучше для Новиграда доехать. Все-таки с бароном закончить. Сейчас посмотрим еще... Один рецепт. По-моему, я там находил... Эликсир какой-то. Так, улучшен Игром. Вот это бы хотелось. Ну-ка, гест есть. И от Василиска вот этого нет. Где его взять, интересно. Ну, у Василиска есть по квесту. Как раз здесь. Во Вроннице. Можно попробовать выправить. Так, а что там по маслам новое? Так, ну тут шкура Волковака. Шкура Тролля. Масла противографа у меня вообще нет. Вот этот заказ попробуйте выполнить. Может выпадет масло для Грома. Но пошла. Я про Кликотуна. Он у мужиков по птичникам лютует. Ты охренел? Герои. Привет. Да. Я слышал, здесь у Вас завелось чудовище, которое Вы зовете Кликотуном. Ну да, завелось он. Коров таскай, коз. Если человек попадется, тоже не побрезгует. Бажу их. А он у его милости в охотниках служил. Сказал, что с него хватит. И что он эту бестию прогонит. Взял топор и сел в засаду на Кликотуна. Зарвом со стороны полей. А там его и нашли. Кишки по всем веткам растянуты были, как осенняя паутина. Полдня мы его в могилу собирали. Так, и интересная особенность мода. Ни разу, ну, не помню, что пользовался прям. Низкую самую награду оставлял. Тут вроде как до 70% можно поднимать. Посмотрим, что будет. Я знаю, что времена тяжелые, но придется отсыпать побольше денег. Так, 200. Ну это что, это 50% да? Больно много вы хотите. Больно много вы хотите. Больно много вы хотите. Можно и докинуть немного. Вы заради нас головой рискуете. Самое время, чтобы этим кликатуном занялся профессионал. Кто может рассказать о нем побольше? Может, Шимка? Это сын Бажуя того, что сгинул. Только с ним тяжело будет разговаривать. Он еще по отцу не открывал. Снимаю. Где его искать? А тут он! В моем хозяйстве крутится. Мать его давно померла, вот теперь отца потеряла. Вот я его и пригрел. Что это значит? А ну-ка, поймай от чего. Может, поговорим? Оставь меня! Успокойся, я... Оставь, говорю! Я хочу отомстить за твоего отца. Но для этого я должен понять, что его убило. Кликатун его убил! Ты что, не слышал? Мне это ничего не говорит. Опиши, как он выглядел. Вроде петуха, только здоровый. И хвост, как у ящерицы. Я слышал. Наш Бобик в лесу заливается. Побежал посмотреть, что там делается. Гляжу. А тут дядька в кустах лежит. А в животе у него дыра. И стонет. И кричит. Я хотел помочь. Но как? Как? Спокойно. Спокойно. Будь здоров, малыш. Что? Неплохая работа моему любушке подвернулась. Оно, конечно, не хуже. Дали, сука, себя обработать, как новиградские деды. Следы путаются. Монстр зашатался. Наверное, он был ранен. Вся морда в крови. Дрался до последнего. Кровь. Кровь монстра. Кровь. Кровь. Следы ведут в пещеру. Кураль лиск. 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 К actions. Кураль лиск. Кураль лиск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА